На протяжении последних лет в зимнем картинге сложилась такая тенденция, что до последнего этапа неизвестен победитель в командном зачете Кубка Свердловской области. И нынешний сезон обещает быть не менее напряженным, и уже сейчас между Поливским и Алапаевском идет упорная борьба. Первая команда спортшколы и Алапаевская команда. Разница 13 очков. Сократили расстояние по условиям проведения в Алапаевске соревнований. Не все наши поехали. Но пока лидируем. Но Алапаевцы сейчас обещали четвертый этап поработать с трассой. Надеюсь, что наши участники примут все старт четвертого этапа. И это, естественно, принесет очков. Любителям картинга без ложной скромности нравится зимняя трасса в Поливском. Именно поэтому на третий этап Кубка области приехало много как юных, так и уже взрослых спортсменов. Эмоций много, погода хорошая. Болельщики пришли поддержать как местных, так и иногородних пилотов, поднявшись на безопасные высокие сугробы за трассой, чтобы видеть каждый поворот и не упустить что-нибудь интересное. Они с задором выкрикивают слова поддержки. Уровень подготовки и опыт участников у всех различный, да и технические характеристики самих картов сильно отличаются друг от друга. Поскольку картинг – технический вид спорта, то здесь далеко не все зависит от мастерства пилота. И если технику не подготовить должным образом перед заездами, карт может подвести в самую неподходящую минуту. Поэтому пилоты еще и отличные автомеханики. Как, например, Алексей Евдокимов из Златоуста. Алексей отмечает, что в Полевской переезжают с большим желанием, но далеко не всегда получается выбраться, поскольку преодолевать каждый раз более 200 километров – это весьма затратно. И было бы обидно, если, проделав такой путь, во время гонки подведет техника. И поэтому… Надо смотреть, следить перед каждым заездом, чтобы все детали были в порядке. Проверяем колеса и все прочее заправляем, свечи. Как трассу нашу можете оценить? Ну, трасса хорошая, нравится, широкая. Первоуральск значительно ближе от Полевского, нежели Златоуст, поэтому и картингисты оттуда у нас на соревнованиях бывают гораздо чаще. Александр Вичерин на протяжении многих лет – постоянный участник гонок на Полевском картодроме. Да, личный интерес, свободное время занять, так сказать, увлечения. Погода как сегодня можешь отметить? Погода супер, тепло, снежок есть, трасса подготовлена. Семь юных участников соревновались в классе мини. Полевской представляли Максим Никонов, который стал победителем в этом классе, и Арсений Викулов, показавший второй результат в гонке. В классе кадет наполняемость полевчанами безусловно радует. Из 14 пилотов – 9 представителей Полевского. Лучшими из которых стали Анатолий Романишин и Степан Рамазанов – серебряный и бронзовый призеры, соответственно. Переходим к более взрослым и самым наполняемым классам. Рокет-120, национальный и класс Е – это совсем другие скорости и зрелищность. Не все полевчане-участники этих классов достигли подиума, но сильнейшие все же гордо стояли на нем, под громкие аплодисменты соперников получали заслуженные награды. А это Валерий Викулов, Андрей Пермикин, Роман Власов и Даниил Стахеев. В командном зачете лидер Кубка Свердловской области и по итогам трех этапов – первая команда спортивной школы Полевского. Вторая сборная спортивной школы немного отстает по очкам от команды из Алапаевска и пока занимает третье место. Но тренерский состав возлагает на обе команды большие надежды и, конечно же, хочется видеть по итогам Кубка обе наши команды на подиуме. Максим Исаенко, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.